Здравствуйте, это программа темы дня, с вами Вера Таран. Ну что ж, с началом сезонных уже вирусных респираторных заболеваний самое время поговорить со здоровьем и о том, как его сохранить. Большую роль в этом играет диспансеризация, и это и есть наша сегодняшняя тема. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радиочастоте 95 и 5 FM, радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 300-190, звоните и задавайте вопросы, тем очень интересные и актуальные. Ну а я вам представляю наших сегодняшних гостей, это, как я уже сказала, наш постоянный резидент Елена Низова, заведующая Центром медицинской профилактики ГБУ с Тверской области областной клинический кардиологический диспансер. Добрый день. Добрый день. Также у нас сегодня гость Ирина Павлова, заместитель главного врача по поликлинической работе, также ГБУ с клинической больницей скорой медицинской помощи. Добрый день. И Виктория Ярцева, главный специалист-эксперт отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Тверской области. Добрый день. Тоже мы вас приветствуем. Ну что же, давайте, может быть, как я говорю, повторение мать учения, и ситуация показывает, что это надо делать, надо эту тему поднимать и говорить о том, что диспансеризация это правильная вещь и ее необходимо проходить. Давайте в целом поговорим о том, что такое диспансеризация. И сегодня у нас еще есть одна как бы по теме, это профосмотры. В чем все-таки разница, какая система прохождения одного и прохождения другого? Елена Андреевна, вас мы просим начать. Давайте начнем. Действительно, жизнь такова, что мы уже который год, наверное, шестой или седьмой Российской Федерации, мы вместе с вами все живем в эру профилактической медицины, профилактических осмотров и особенно диспансеризации. В этом году произошло важное событие, что изменилась нормативная база по диспансеризации по профосмотрам. И главным отличительным моментом этой базы стало то, что диспансеризацию профосмотры практически должны проходить все. Елена Андреевна, я вас буквально на секундочку прерву, потому что у нас уже есть звонок. Вот, и давайте на него ответим, его примем, а потом продолжим наш разговор. С удовольствием. Говорите, пожалуйста, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Анна. Очень приятно. Я хочу задать вопрос, два вопроса у меня, касаемо моего ребенка. Первый вопрос связан с тем, что могу ли я выбрать лечебное учреждение для постоянного обслуживания, если мне не подходит та поликлиника, к которой мы относимся по месту жительства. Это вы имеете в виду для ребенка или для себя? Для ребенка. Я вопрос только по ребенку. Так, хорошо. Еще какой-то вопрос у вас? Второй вопрос. Есть проблемы со здоровьем у ребенка, и ни у участкового педиатра, ни в стационаре мы лежали в больнице. Причина у нас так и не была установлена. Разъясните, пожалуйста, какие у меня есть варианты, какие права. Там я слышала, что это можно консилиум врачей собрать, и куда мне обратиться для этого. Я думаю, Виктория Юрьевна готова ответить на этот вопрос. Пожалуйста. Спасибо за вопросы. На первый вопрос отвечаю. Вы имеете право выбрать медицинскую организацию и прикрепить туда по медицинскому обслуживанию своего ребенка. Для этого нужно написать письменное заявление на имя главного врача с просьбой о прикреплении. И, значит, ваше заявление будет рассмотрено, и, значит, будет вам дан ответ. Граждане имеют право поменять медицинскую организацию один раз в год. По второму вопросу. Вы уже наблюдаетесь в какой-то медицинской организации, да, врач-педиатр вам диагноз выставляет. Я так понимаю, что ребенок уже проходил лечение в стационаре. И вопрос в том, что думаете, что делать дальше. Министерство здравоохранения имеет возможность направить детей за пределы Тверской области на консультацию или на госпитализацию при необходимости в федеральные клиники. Для этого нужно с необходимым пакетом документов обратиться в Министерство здравоохранения Тверской области за разъяснениями и за помощью. Может, вы назовете телефон, по которому можно обратиться? Да, это телефоны 356260, телефон 2-й, 31... Ну, давайте остановимся на первом. 356260. Вот по этому телефону вы можете позвонить, вас проинструктируют. Я так понимаю, какой пакет документов должен быть. Да, и уже далее объясняют, как действовать. Совершенно верно. Хорошо. Спасибо вам за звонок, Елена Андреевна. Мы продолжаем разговор про то, что диспансеризация и профосмотр — это то, что вообще должен делать каждый, по сути дела. Да, совершенно верно. В принципе, эти два понятия не отличаются друг от друга, они отличаются объемом обследования. Одно и другое — это комплекс мероприятий, направленное на раннее выявление заболеваний, хронических заболеваний, таких как онкологические заболевания, кардиологические заболевания, ну, и сахарный диабет и некоторые другие. И их факторов риска. Чем отличается профосмотр от диспансеризации? Я уже сказала, объемом процедур, объемом обследования. И вот если продолжить то, с чего я начала, что профилактический осмотр проходит в соответствии с последним приказом лица ежегодно, все, мы говорим, я говорю о взрослом населении, с 18 до 40 лет, и эта возрастная категория подлежит диспансеризации один раз в три года. А после 40 лет все граждане Российской Федерации обязаны и имеют право пройти диспансеризацию. То есть, по сути дела, каждый человек раз в год должен прийти в поликлинику, к которой он прикреплен, и пройти тот или иной комплекс обследования. Вот прежде чем перейти вот уже к процедурам, которые входят в этот комплекс обследования, мне хотелось бы сказать, вот, наверное, вот ответить на вопрос, хорошо это или плохо. И как врач с многолетним стажем, я вот отвечаю на этот вопрос прямо, это здорово. Вот сама идея такого профилактического подхода, это классно, это супер, это здорово. Далеко не каждая страна в мире этим занимается и может себе это позволить. То есть, это в идеале, это вот, если мы говорим о философии такого подхода. Другое дело, другое дело, конечно, на практике все возникает гораздо сложнее, и дьявол в деталях, а не только в них, это, безусловно, огромная нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому, конечно, я уже предполагаю, что те, кто нас сейчас слышит, они говорят, ой, а как это все бывает, и как это все сделать на практике. Вот, значит, профилактический осмотр отличается от диспансеризации, но если грубо говорить, это набором обследований, которые составляют так называемый онкоскрининг. То есть, диспансеризация, это несколько глубже, чуть дольше, чуть более тщательно. А профилактический осмотр, это включает в себя обязательно опрос анкетирования, это исследование крови на сахар, на холестерин, это электрокардиография, это осмотр гинеколога, ну и флюорография в определенные возрастные группы. Вот, собственно, я озвучила тот минимум, который каждый человек в Российской Федерации имеет возможность в любой день, бесплатно, не записываясь, не заглядывая в интернет и не подстраиваясь под своего врача, лечащего, вот это очень важно, прийти в поликлинику и сказать, я пришел на профосмотр или я пришел на диспансеризацию. И он будет встречен, но мы говорим в идеале, но мы делаем все возможное, чтобы это работало. Ему будет все это проведено. И диспансеризация, то есть это все то же самое, плюс ряд обследований, который направлен на выявление вот этой страшной онкологии, которую мы все боимся, но сидим дома и ничего для этого не делаем. Профилактический осмотр тоже уже немножко включает в себя элементы фонко-скрининга, потому что пациент разденут, осмотрят его кожные покровы на предмет всяких новообразований кожи, слизистых, пропальпируют щитовидную железу, зададут вопросы, не похудел ли он, нет ли у него каких-то болей и так далее, что чрезвычайно важно. И это настраивает человека, как я говорю, в чем смысл профосмотра? Это сказать, о чем ты должен сам подумать и на что обратить внимание. А диспансеризация еще включает в себя маммографию, анализ кала на скрытую кровь, чрезвычайно важная процедура для заподозривания онкологии кишечника. Это гастроскопия, это у мужчин ПСА на онкозаболевание предстательной железы. То есть еще порядка 6-7 обследований, которые позволят заподозрить или даже уже поставить в близком будущем, так называемый на втором этапе диспансеризации, серьезный диагноз. Ну что ж, мы сейчас прервемся буквально ненадолго на небольшую рекламу, а потом уже продолжим более детально говорить о том, как пройти диспансеризацию и профосмотр. Не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о диспансеризации. И вот теперь, как говорится, подошли к тому, давайте разжуем, разложим по полочкам. Вообще, что нужно сделать, чтобы пройти диспансеризацию? То есть какой алгоритм действий, какие документы для этого нужны? Документы практически не нужны никакие. Нужен страховой полис, и человек должен быть прикреплен к своей медицинской организации, к поликлинике по месту жительства. При обращении в поликлинику, я хочу рассказать на примере нашей больницы, скорой медицинской помощи. В пролетарском районе, да, у вас? Пролетарский район, поликлиника находится номер один. При обращении в поликлинику, конечно, даже на уровне регистратуры уже пациентов направляют в организованное отделение профилактики для прохождения или диспансеризации, или профилактического медицинского осмотра. В отделении профилактики проходит основной объем обследований в рамках диспансеризации. Здесь собирают необходимый набор документов. Это согласие, в первую очередь, на диспансеризацию профосмотра. Проводят анкетирование, проведут антропометрию, измерение роста, веса, окружности талии, рассчитают индекс массы тела, проведут, если необходимо, исследование внутриглазного давления, артериального давления, сделают электрокардиограмму, проведут инструктаж, куда надо идти дальше, на какие обследования. Это может быть необходимо обратиться в процедурный кабинет, выделенный отдельно для лиц, проходящих диспансеризацию, для забора крови, на клинический анализ, на холестерин, глюкозу. Направят во флюорокабинет для проведения флюорографии или для женщин на маммографию в рентгенотделение. Акушерка находится рядом, проведет осмотр. Если есть необходимость, мазки на жидкостную цитологию заберем. То есть полный объем обследований мы готовы сделать в течение одного дня, что немаловажно для пациентов. У нас все люди загружены, все работающие, и в основном упор делается на работающий контингент. Они срываются с работы, идут на диспансеризацию. И, конечно, в максимально короткие сроки мы должны обеспечить полный спектр обследований. Также в нашей поликлинике есть предварительная запись на диспансеризацию. Мы в электронной регистратуре выложили запись, и каждый день есть возможность у человека выбрать дату и время, когда он точно знает, что придет в поликлинику и пройдет диспансеризацию. Ирина Николаевна, сразу же буквально прерву немножечко. То есть все-таки какая-то предварительная запись должна быть? Хочу сакцентировать на этом внимание, либо как в профосмотре можно прийти и сказать, я хочу сегодня пройти диспансеризацию, тебя должны подхватить и обследовать? Вы знаете, мы и подхватываем, обследуем, и направляем из регистратуры, и от всех узких специалистов у нас люди спускаются в отделение профилактики, проходит вот этот первый комплекс мероприятий в рамках диспансеризации, и мы предоставляем людям возможность заранее записаться. Не все могут прийти, сделать здесь и сейчас. Мы предлагаем выбор. Но если приходят без записи, то они тоже проходят в этот день. Конечно, никто им никогда не отказывает. Диспансеризацию или профилактический осмотр. Да, я хочу сказать, что наши участковые врачи, участковые медсестры проводят огромную колоссальную работу по информированию населения о необходимости прохождения диспансеризации. Мы активно обзваниваем пациентов, мы практически ежедневно проводим поквартирные обходы, мы приглашаем людей на диспансеризацию. Ну, ты хотелось бы, наверное, в этот момент сказать, чтобы люди более внимательно относились к этим звонкам, были более вежливы, да? Конечно, конечно. Потому что медики наталкиваются совершенно порой на грубые, неадекватные какие-то реакции, а люди выполняют собственную работу, в том числе, как говорится, думая о вас. Да, заботятся о вашем здоровье. И, конечно, надо с пониманием относиться к нашим предложениям. Мы все-таки работаем для вас. Да, это все-таки звонят ненадоедливые банки, которые, допустим, предлагают вам очередные кредиты или какие-то услуги, которые тоже что-то вам навязывают. Все-таки это дело нужное. И вот как раз хотелось бы о нужности этого дела и поговорить. Вообще, вот многие рассуждают, ну, мне ничего там не беспокоит, вот как-то я живу и живу, нет у меня ни боли никаких, ничего, смысл у меня проходить. Для чего вообще как бы все-таки это вот надо? Мы как бы с этого начали, но, тем не менее, если человек вот так вот считает и на самом деле не испытывает каких-то вот неприятных тревожных симптомов. Вера, ну, действительно, вы еще раз вот затрагиваете очень важный вопрос. Ну, к сожалению, к сожалению, вот ситуация с заболеваемостью, смертностью и в Российской Федерации, в близком нам Тверском регионе, не очень хорошая. И вот по большому счету, если вот так вот ретроспективно, наверное, оценивать и пациентов, и с какими-то тяжелыми недугами, и с осложнениями заболеваний, все равно приходишь к выводу, что на ровном месте, вот на фоне полного безоблачного благополучия такого, они не возникают. При уже упомянутых онкологических заболеваниях, ну, какие-то были звоночки, человек либо боится, либо просто не знает, либо не обращает на них внимания. Наша кардиологическая патология, даже если случается внезапная какая-то катастрофа, кардиологическая, все равно раскручивая назад, потому что у человека месяц, два, три были какие-то болевые ощущения, были скачки давления, было еще что-то. Так вот, то, о чем мы сегодня говорим, вот этот вот приход в поликлинику не с лечебной целью, не за больничным листом, не за какой-то справкой, а именно в службу профилактики, потому что диспансеризация профосмотра начинается не с участкового врача, как правило, есть разные алгоритмы, но в основном мы работаем над тем, чтобы она начиналась в кабинете медицинской профилактики, а заканчивалась уже у своего лечащего врача практически заключением, какой-то беседой, каким-то там подписями, каких-то документах. Вот, и вот это позволяет выявить, в анкете есть вопрос, случаются ли у вас болевые ощущения за грудиной при нагрузке. Вот на первый взгляд, подумаешь, вопрос, мы же все хотим пройти эхокардиографию, мы же все хотим пройти МРТ, это наиважнейший вопрос, который заставляет человека, мужчину, женщину, трудоспособного возраста задуматься. Действительно, ведь я же ходил на четвертый этаж без боли, последние два месяца меня что-то останавливает. Это чрезвычайно важно. Давление измеряют, вот простите, я себе не часто измеряю давление, тут я прихожу, мне говорят, я 170, это звонок. Сахар крови тебе определяют, даже если тебе определили его через час после еды, у нас есть определенные критерии, это звонок. Холестерин крови, да, мы говорим о том, что нам нужна холестериновый профиль, но все равно высокий холестерин, это звонок. Объем, окружность талии, да, там 90-100 сантиметров, это звонок. Это все симптомы, уже я не говорю о том, что вот этот вот пресловутый анализ на скрытую кровь в калии, но мы разговаривали тут с онкологами. Да, это не 100% диагноз рака, но это 100% звонок для дальнейшего обследования. Почему мы не можем потратить половину дня работы своего, мы же теперь и в субботу проводим диспансеризацию, и мы удлинили время работы поликлиник, почему вот эта вот культура у нас не приживается, и почему врачи вместо того, чтобы потратить лишнее время на беседу с человеком, они должны бросать это и идти собирать пациентов по поликлинике, чтобы выполнить план по диспансеризации. Вот о чем мы сегодня говорим, что если вот эта тройка не заработает, специалист кабинета профилактики, врач и сам пациент, мы не изменим структуру заболеваемости, мы ничего не сделаем со здоровьем нашего населения. Поэтому вот эта вот передача, на мой взгляд, она чрезвычайно важна. Вы знаете, вот очень правильно и хорошо, что вы даже про звоночки рассказали, которые должны насторожить, потому что у нас как-то, да, так привыкли многие отмахиваться, считая, что он сейчас поболит и пройдет, и я не знаю, даже доходит порой до какого-то некоего средневековья в попытках там либо лечиться самостоятельно заниматься. К этому средневековью я отношу интернет, который изобилует кучей там, в том числе и вредной информации. Да, безусловно. Это наша жизнь, конечно, от этого никуда не денешься. Мне просто еще хотелось бы очень коротко добавить, что не надо ждать, что через полдня человек пришел в поликлинику, он оттуда выходит или здоровым, или вот с диагнозом уже полностью оформленным и с прописанным лечением. Нет, конечно. У нас есть такое понятие, как второй этап диспансеризации. Это углубленное обследование, и тоже мы работаем на этом этапе. То есть, конечно, если есть какие-то группы здоровья устанавливаются, которые определяются перечнем неких факторов риска либо уже имеющихся заболеваний на ранних стадиях, то, конечно, пациент нуждается, или человек, да, мы не будем всех сразу в пациенты записывать, человек нуждается в дообследовании. И опять же, вот там уже ему, наверное, придется записаться, позвонить, еще там что-то. Вы понимаете, когда мы куда-то записываемся на какие-то процедуры еще, это мы можем три раза позвонить. А вот к врачу-специалисту нам как же три раза позвонить в кардиологический диспансер, мы сразу уже жалобу пишем. Поэтому, конечно, не стоит ждать, что сразу будет все ясно и все будет понятно с человеком, но это начало, и это очень хорошее начало, которым пренебрегать не стоит. Хорошо. Но все-таки вот у нас-то ситуация в Тверской области какая? Насколько граждане как раз реагируют на диспансеризацию? Насколько активно они вообще проходят? Есть какая-то информация? Ну, мы выполняем план по диспансеризации. У нас же есть планы, конечно. Все это контролируется очень на высоком уровне. И планы у нас сейчас выполняются, вот у нас октябрь, да, мы план выполняем по диспансеризации где-то, ну, скажем так, на 60%. Профосмотры меньше. Ну, тут есть свои наши нюансы, не будем на них останавливаться. Ну, то есть вот 60%, при том, что план у нас не 100%, то есть у нас, естественно, даются какие-то вот этот вот бланш такой, да, вот чтобы карт-бланш, чтобы нам вот выглядеть. И все равно 60% октябрь месяц. То есть, конечно, у нас недовыполнение плана. И сейчас мы не можем говорить, что вот прям население у нас вот на седьмом году вот этой вот эры профилактической медицины, у нас оно становится год от года сознательнее, и у нас идут очереди, выстраиваются на диспансеризацию. Пока такого у нас нет. Пока, как сказала правильно Ирина Николаевна, мы зазывалы. Приходится, в общем, тяжело идет процесс. У нас вообще в этом плане как-то тяжелое население, в плане восприятия, какого-то смены, скажем так, своего какого-то сознания. Есть такой момент. Ну, вот все-таки в ходе как раз вот обследования, да, что чаще всего выявляется? Какие вот моменты вот как бы у нас больше всего оказываются тревожные? Выявляются факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний по результатам анкетирования, антропометрии. Это и нерациональное питание, и низкая физическая нагрузка, избыточная масса тела, ожирение. Эти люди должны... высокий уровень холестерина. По результатам первого этапа диспансеризации врач еще определяет такой показатель, как суммарный сосудистый риск. И по результатам комплекса исследований выставляется и группа здоровья пациента, и он направляется или на второй этап диспансеризации, или к участковому терапевту берется на диспансерный учет. Также он может встать на диспансерный учет, на диспансерное наблюдение в отделении медицинской профилактики, где врач уже специально обученный расскажет о имеющихся у пациента факторах риска, о мерах, которые необходимо предпринять для их коррекции. И, в принципе, будет наблюдать за этим пациентом и в дальнейшем отслеживать динамику тех или иных показателей. Я знаю, что у вашей поликлиники в Прилитарском районе очень неплохие результаты по диспансеризации. Ну, мы стараемся, да, у нас очень большая заинтересованность и руководства больницы, и всех врачей поликлиники, и, конечно, участковой службы. И немаловажную роль в выполнении плановых показателей играет открытое отделение медицинской профилактики, где люди работают, выполняют свою функцию и снимают нагрузку с участковых терапевтов, которых, конечно, у нас не хватает катастрофически, как, наверное, и в любой другой поликлинике. И берут на себя вот эти плановые показатели, и люди идут непосредственно на диспансеризацию в отделение профилактики, минуя участковых. А уже за заключением, по результатам, они могут обратиться к участковому терапевту или, опять же, к врачу отделения профилактики. Вот человек прошел, да, диспансеризацию, как быстро будут готовы вообще результаты? Вот, скажем так, полный пакет того, что он прошел. Хороший вопрос. Потому что, да, это как бы важно понимать, когда там вообще ждать итогов, и что потом с этим делать. Если пройти все исследования в рамках диспансеризации, мы стараемся в течение одного дня, если человек пришел подготовленный натощак, с утра, ради бога, он в течение даже двух-трех часов может все пройти. За результатами через день мы можем уже получить. Можно и на следующий день. Ну, в зависимости от того, какие обследования он делал. Мы можем предварительно записать к участковому терапевту, к врачу отделения профилактики. В любое удобное для него время он придет, ему озвучат результаты, скажут, что надо делать дальше, какие меры предпринять. Может быть, понадобится какое-то обследование уже на втором этапе. Тут просто время может определяться результатами маммографии, потому что по современным требованиям требуется прочтение двумя рентгенологами. Поэтому здесь просто снимки, они должны быть простины. И вот здесь может быть день-другой. Ну, также результаты флюорографии. Ну, вот, может быть, лабораторные показатели на следующее утро. На следующий день. Все остальное. И опять же, нам хочется уйти в какую-то инструментальную область, вот эту эру. Еще раз, вот, конечно, встреча, беседа с грамотным, конечно, специалистом отделения кабинета профилактики, которые скажут, ну, тебе нужно больше ходить, тебе нужно бросить курить. Вот иногда даже вот такие короткие вещи в совокупности. То есть вот мы делаем спирометрию, да, видим, что там плохие показатели выдоха, плюс артериальное давление, плюс еще что-то. И вот это все вместе. И вот в этот момент совет отказа от табака или что-то еще, он может быть гораздо важнее, чем какая-то флюорография, которая тебе напишет, да, там, без патологии. Вот. Поэтому вот опять же ждать каких-то результатов в виде цифр, вот лучше вот обратить внимание на этот момент. А так, конечно, выявление сахарного диабета, которого гораздо больше, чем у нас диагностируется, это хроническая обструктивная болезнь легких. Это артериальная гипертензия. Вроде бы как у нас там, да, когда-то давление поднимется, но здесь тебе четко скажут, что артериальная гипертензия такой-то стадии с изменениями такими-то, такими-то. Вот. И, конечно, я уже сказала, что это онкология. Это онкологический скрининг порядка на 7-8. То есть практически все наружные, как мы говорим, локализации рака. Но это прекрасно. Это прекрасно. И мы действительно сейчас стали больше выявлять. Тоже у нас есть эти все требования, когда у нас отслеживают, что не просто пришли на диспансеризацию для галочки, а с нас спрашивает министерство, сколько чего мы выявили. И мы отмечаем рост, что мы выявляем больше сейчас и сердечно-сосудистых заболеваний, и диабета, и онкозаболеваний. С каждым годом мы выявляем больше. Конечно, не столько, сколько надо. Но все равно вот этот вот рост мы отмечаем, и все-таки судьба этих людей, судьба людей меняется. И судьба меняется, и мы отслеживаем уже активно этих людей. Ну, это обязательно. И, может быть, надо привлекать работающее население. Не лица, конечно, лица пенсионного возраста, они, может быть, посвободнее. Они же что-то болит. Да, уже что-то болит. У них уже есть хронические заболевания, о которых они знают. Они приходят в поликлинику за лечением, за таблетками обязательно. Но вот этот пул огромного населения работающего, вот, конечно, надо его охватывать активно. Я согласна абсолютно с вами. Но есть какая-то проблема с работодателями, что вроде бы положено отпускать, а как-то вот не всегда и не совсем это делается. Конечно. Конечно, есть, да. И мы касались в прошлом году ее очень так вот серьезно. И, ну, в этом году, вот видите, меняется законодательство. Правда, я не очень даже сама понимаю, как оно реализуется. Но вроде бы дали вот эти дни для прохождения. Диспансеризации. Вот, поэтому, опять же, это такое нововведение, не сразу это все. Поэтому мы надеемся, что вот с этой мерой, конечно, вот. В детском возрасте, на мой взгляд, все проще. И, конечно, вот эта вот профилактическая работа и диспансеризация, она как-то... То есть, когда рождается ребенок, здоровая мама, здоровый ребенок, но почему-то мама знает, что она должна каждый месяц ходить в поликлинику. Так ведь? И у вас, насколько мы понимаем, показатели выполняются гораздо лучше по профилактическим осмотрам. Вот мы начали, да, вот у нас звонок был на эту тему, и мы подошли, собственно, как раз к детской диспансеризации. Хотелось бы, во-первых, в начале понятия разницы между диспансеризацией взрослой и детской. Как это все организовано? Ну, вообще, детская диспансеризация – такое плановое профилактическое мероприятие. Порядок его проведения, он определен Министерством здравоохранения Российской Федерации. Дети у нас проходят диспансеризацию, начиная с рождения и до 17 лет. В течение первого года жизни дети осматриваются ежемесячно, в течение второго и третьего года жизни – один раз в квартал. И вот этим порядком, который утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, определено количество исследований, количество осмотров специалистов, которые ребенок в определенном возрасте должен пройти. Есть периоды такие углубленного осмотра – это год, три года, шесть лет, десять лет. И подростковый возраст самый такой у нас особенный – это 14, 15, 16 и 17 лет. Дети у нас, которые посещают образовательные организации, то есть которые ходят в детский сад и которые ходят в школу, они проходят диспансеризацию непосредственно в этом образовательном учреждении. То есть бригада врачей и специалистов, да, там есть медицинские кабинеты, куда приезжают бригады врачей и специалистов, производится забор анализов, необходимые функциональные обследования проводятся, ну, в частности, УЗИ, ЭКГ, и производится осмотр специалистов. Можно это все сделать в поликлинике по месту жительства, обратиться к участковому врачу-терапевту, к участковому врачу-педиатру, в территориально расположенную поликлинику или в поликлинику, к которой прикреплен ребенок по медицинскому обслуживанию, и пройти диспансеризацию там. Дети, которые проживают у нас в отдаленных районах, где в центральных районных больницах нет всего необходимого количества вот этих врачей и специалистов, у нас существует такая выездная форма работы. То есть учреждения Твери, детская областная больница, вторая детская больница, третья детская больница, они формируют бригады вот этих врачей и специалистов, и они выезжают по определенному графику в отдаленные районы и проводят там необходимые детям обследования. Вот, хотелось бы обратить внимание, что вот в настоящее время мы большое внимание уделяем репродуктивному здоровью детей и подростков. С этим какие-то проблемы? Значит, ну, проблемы в том, что не все родители хотят, например, свою дочь показать акушеру-гинекологу, а мальчики осматриваются урологом-андрологом. То есть не все родители согласны это делать. Первый осмотр акушер-гинеколога, уролога-андролога – это 3 года. Далее 6 лет, и в дальнейшем это 14-15-16 лет. То есть подростковый возраст. То есть хочется сказать, что вот эти осмотры очень важны, так как позволяют выявить врожденную патологию, которую можно, безусловно, лечить при необходимости даже провести оперативное лечение. И как можно раньше, если это начать, то результаты будут наиболее лучшими. И, значит, вот эти дети, они в дальнейшем могут создать полноценную семью, могут родить здоровых детей. Поэтому вот мы обращаемся к родителям, что, пожалуйста, не отказывайтесь от этого вида осмотров. Ну а чем мотивируют родители? Почему они? Ну вот считают, что, наверное, как-то рано или что-то такое, какое-то, может быть, стеснение имеет место, как-то, может быть, недопонимание вот этого вопроса. Значит, у нас есть, так же, как и у взрослых, два вида, два этапа диспансеризации. Первый этап – это вот то обследование, которое прописано. И второй этап – это при выявлении какого-либо заболевания или состояния мы имеем возможность более глубже обследовать ребенка и показать его тем специалистам, которые вот в этот перечень не входят. Вот. Вот по результатам удается, безусловно, заключение. Ребенок берется на диспансерный учет в поликлинику или к тому или иному специалисту. Ну, проводится лечение на нашем уровне, на региональном. Ну, и также, возможно, вот направление за пределы Тверской области. Да, как вы сказали, при необходимости. Ну, вот я задала такой вопрос относительно взрослых диспансеризации, да, относительно детей. Что выявляется чаще всего? Что выявляется? Вот по итогам диспансеризации, да, безусловно, мы такую структуру выявленных заболеваний, мы ее изучаем. И вот на первом месте это заболевание опорно-двигательного аппарата у детей. Это различного вида нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие. Далее выявляем болезни глаз, снижение зрения и, значит, заболевания нервной системы. Это вегетососудистая дистанция у детей. То есть это такие вот как бы тенденции нашей современной жизни. То есть это как-то вот они стали более какие-то явно выраженные, связанные, например, с тем, что сейчас все сидят в гаджетах тех же самых. То есть это как-то совершенно верно. Это все вот отражение нашей сегодняшней жизни, да. И малоподвижный, так скажем, образ жизни. Больше вот дети сидят дома за столами с использованием гаджетов. Все это, конечно, ведет и к нарушению осанки, и к снижению зрения. И отсюда вытекают заболевания, может быть, и нервной системы в какой-то степени. Я думаю, что связано напрямую в том числе. Да, поэтому вот это говорит о том, что есть возможность изменить образ жизни у себя и у своего ребенка. Нужно это делать. Здесь во много, наверное, кажется, зависит от родителей. Потому что еще в том возрасте, в каком можно повлиять, здесь, конечно, надо это делать. Вот из, честно говоря, детских воспоминаний тоже у нас в школу были там постоянно, тогда еще манту вот эти делали. Это самое ужасное. Это было, конечно, это был зубной врач. Я так понимаю, что это не входит, да, если в стоматолог, это входит. Входит, конечно. Ну, уже же все поменялось у стоматологов. Там, наверное, и в государственных стоматологических поликлиниках можно и мультфильм посмотреть, да, и абсолютно безболезненные какие-то обследования, ну, и лечения. И, наверное, врачи-стоматологи-гигиенисты. Поэтому здесь просто настрой, наверное, с стороны родителей. Вот этот страх. Это был ужас, это просто был ужас, некоторые даже не доходили, и особенно мальчики у нас, да, кабинет, они просто падали в обморок. Это, конечно, было что-то. Осмотр стоматологов в рамках диспансеризации детского населения начинается с двухлетнего возраста, проводится ежегодно до 17 лет. Бояться этого, конечно же, не надо, аппаратура сейчас современная. Слава богу. Ну, значит, здоровье полости рта, это очень важно, поэтому не нужно бояться, нужно это все проходить. Как здесь статистика, о чем говорит? Насколько все-таки активно ведут детей, дети проходят и в школах? Ну, в школах это, мне кажется, проще, потому что там это обязательная часть программы. Ну, а те, которые вот уже, скажем так, еще либо до, либо после, какая тут статистика? Ну, вот диспансеризация, это же выявление заболеваний или риска их развития. То есть во время диспансеризации мы не имеем возможности сразу провести санацию полости рта, то есть вылечить заболевание. Поэтому, когда родителям говорят, что у их ребенка выявлен там лекарис или что-то еще, то, конечно, нужно после этого дойти до стоматологической поликлиники и провести санацию полости рта. Ну, с этим, да, не очень хорошо обстоят дела, хотя бы, несмотря на усовершенствование оборудования, чтобы было лучше. Страх сохраняется, поколениями, поколениями он, видимо, уже у нас сформирован. Вы знаете, не могу не затронуть такой момент. Да, мы говорим о здоровье, я не знаю, может быть, на уровне диспансеризации, вообще, в принципе, общения там, да, с подростками. И, кстати, эту тему мы затрагивали вот с Еленой Андреевной по поводу использования вейпов. Причем сейчас последние данные, это вот, которые пришли, информация из США и Канады, там уже зарегистрированы смертельные случаи от употребления. Да, сталкивались, допустим, сталкиваетесь ли вы уже с каким-то воздействием и, пользуясь тем, что к вам попадают люди, дети, подростки, да, которые, может быть, этим увлекаются, удается ли как-то донести до них вообще вот этот вот вред использования? Ну, это, конечно, большая проблема современности, да, мы уже даже отходим от термина курения, мы перешли к термину потребления табака, потому что форм потребления табака очень много, и не только вейпи, вот тут теперь уже и снюсы раскидывают в школах последние информации. Расскажите, что это, вот даже я не знаю. Это тот же самый табак, который используют не вот через слизистые, через вот, и, то есть, вот сейчас такая у нас тенденция как бы есть. Ну, это такое начало, может быть, уже вот так, знаете, сейчас такая пугалка будет, вот, очередной, вот. Давайте к вейпам вернемся. Действительно, это проблема, и сейчас, особенно в США, это очень новые, современные, заряжающиеся от компьютеров, выглядят как какие-то такие изделия, которые родители не сразу вот так вот посмотрят. И поймут, что это. Табак, содержащая продукция, она не очень понятно регулируется, где-то продается, где-то разрешается и так далее. Вот, но действительно доказан вред, не доказана никакая вот польза в плане того, а вот такой вопрос, а если, например, использовать ее при отказе от табака, ни в коем случае это не доказано, что это приводит к быстрому отказу. Наоборот, это ворота для многих к настоящему потреблению. Это один вред. Второй вред, что действительно они сами по себе, это очень разнородная группа. Вот электронные сигареты, это очень, они могут быть и без никотина, небольшая их часть, и с никотином. Основная часть, там, это порядка 80%. И доказано вред и на животных, и на людях. Действительно уже другое дело, что нет такого огромного пула исследований, как исследования традиционного курения. Конечно, и сейчас мы призываем к тому, что их должно быть больше. Но как только мы призываем, так находятся спонсоры, которые начинают финансировать эти исследования, результаты получаются смещенными. Ну, слава тебе, Господи, в России Минздрав буквально месяц назад все-таки заявил о том, что это вредно, и что они скоро будут запрещены. То есть это все не просто делается. Вчера буквально мне рассказывали, какие были баталии в Государственной Думе. И вот за этой фразой, которую мы все в новостях увидели, что скоро Минздрав запретит электронные сигареты, стоят такая борьба. Да. Вот. И действительно, сейчас мы должны говорить о том, что это недопустимый продукт для использования детьми, ну и взрослыми. Хорошо. Ну, остается у нас совсем немного времени, да, даже вот затронули мы вот эту новомодную тематику, сейчас очень актуальную. Все-таки еще хотелось бы, может быть, чтобы вы каждый от себя призвали все-таки посещать диспансеризацию, да, и не только граждан, но и руководителей, чтобы они отпускали своих сотрудников на эту, по сути дела, полезную такое действие. Потому что здоровый сотрудник — это во всех отношениях хорошо. Не только для самого сотрудника, разумеется, но и для самого предприятия, организации, где человек работает. Или, может быть, какие-то основные моменты по диспансеризации, на которых вы хотели бы сакцентировать внимание и еще раз о них сказать. Ну, я могу еще добавить, что, во-первых, мы вывешиваем информацию, вот более детально, о том, что мы сегодня говорили, вывешено на сайте, например, на сайте Центра медицинской профилактики Тверской области. Вот просто, да, он в поисковике находится, поэтому я не буду говорить даже название сайта. Пожалуйста, зайдите туда, ну, выберите время, прочитайте. Второе, вот хотелось бы мне, недаром мы здесь говорим о детях, у которых все более благополучно, хоть они не доходят потом до стоматологов, но на самом деле мы иногда приходим в министерство, да, и говорим в кавычках «выручайте» нас своими показателями. Так вот, почему-то вот этот континуум, он прерывается в 18-летнем возрасте. Вот ребенок рос-рос, о нем заботились, они, и потом, как только он становится взрослым, кажется, что кто-то о нашем здоровье заботиться должен не в семье. Все равно, конечно, это, да, вот культура здоровья, она в семье формируется. Вот, и кто-то извне, или оно само по себе. Вот, чтобы это не прерывалось, вот давайте мы вспомним, как мы заботились о своем здоровье в детстве, как мы о своих детках, и потом это принесем, вот эту культуру в нашу взрослую жизнь. Вот, ну, и еще раз, конечно, хотелось бы сказать, что все-таки, ну, сам вот человек, вот, на мой взгляд уже, я вот много занимаюсь, да, диспансеризацией и все это, конечно, у меня возникает масса вопросов, да, и все это, когда мы разбираем и думаем целесообразность о качестве проведения диспансеризации, вот мы столько денег тратим, это же все дорогое очень довольствие, и сколько мы выявляем, а сколько у нас сложных, да, результатов, все это мы анализируем, и все это мы оцениваем. И я себе задаю вопрос, а вообще все-таки для чего это надо? И я себе отвечаю на вопрос, что это все-таки формирование культуры заботы о здоровье, вот, собственной культуры, потому что, вот, если этого не будет, мы можем здесь, вот, усилить диспансеризацию чем угодно, еще там пять исследований добавить, еще сказать, что я раз в полгода надо проходить, а не раз в год, вот, все что угодно мы можем придумать, вот, если все равно мы не научим наше население вести здоровый образ жизни, считать, что вот это вредно, это полезно, это разумно, здесь должна быть мера какая-то, то, вот, поэтому нужно подумать, выбрать время, прийти, если уже мы конкретно говорим сегодня об этом, выбрать время, перешагнуть порог поликлиники и начать с этого, вот, начать просто с этого, это очень просто, это вот так просто сделать, что я не знаю, что вот об этом столько говорить. И понять, что в поликлинику можно приходить не только за лекарствами, но и за беседой, за добрым словом доктора, который расскажет... Иногда еще бумажку дает. Да, расскажет себе, как вести этот правильный здоровый образ жизни. И это тоже очень важно слушать, слышать врача, вот, и с уважением, конечно, надо относиться к врачам, к их работе и отзываться на их предложения, призывы, пройти и диспансеризацию, и профосмотр, и лишний раз обратиться в поликлинику, в отделение медицинской профилактики. Если будут какие-то замечания по работе нашей службы профилактической, конечно, мы прислушаемся. Пишите нам тоже на почту, она указана на сайте. Может быть, обращайтесь к нам, мы всегда пойдем на встречу. Хорошо. Я вас благодарю за сегодняшнее участие, за сегодняшний очень важный разговор. Ну, наше время подошло к концу. Это была программа «Сема дня». Всего доброго. До свидания. До свидания.